Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы рекомендовали подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины в формате тест-драйвов, а также в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ни для кого не секрет, что на огромной территории нашей страны, во всяком случае восточнее Уральских гор, в почете у публики всегда были автомобили из Японии с правосторонним расположением рулевого управления, а среди японских марок самой популярной была и остается марка Toyota. За годы насыщения российского рынка поддержанных автомобилей леворульными вариантами у нас так и не появилась разумной альтернативы японским микроавтобусам. Модели, предлагаемые европейцами или теми же корейцами, как правило, не совсем-то микро. Тот же самый Hyundai Grand Starks или Mercedes Vito Viano прекрасные автомобили, но для большинства граждан, для личного пользования эти автомобили слишком габаритные. И здесь на помощь снова приходит импорт беспробежных автомобилей из Японии. Сегодня к нам в руки попал один из, наверное, наиболее культовых вариантов такого микроавтобуса. В следующих нескольких минутах этого видеоролика мы с вами посмотрим на автомобиль изнутри и снаружи, немножко коснемся технической составляющей, а также заглянем на машину с подъемником. Встречайте, Toyota Esquire первого поколения в кузове R80, он же Toyota Voxy Noy. Toyota Esquire как отдельная модель появилась в 2014 году. Эта машина была сделана путем, по сути дела, фейслифтинга автомобиля Toyota Voxy или Noy третьего поколения. Машина продолжала выпускаться по 2021 год, при этом пройдя через рестайлинг в 2017. Никаких обновлений в агрегатную линейку, рестайлинг этому автомобилю не привнес. Слегка поправили внешность и, по сути дела, этим и ограничились. Само появление этого автомобиля было попыткой сделать на базе уже существующего микроавтобуса люксовый автомобиль. Соответственно, любые комплектации Esquire не имеют минимального оснащения. Как принято у японцев, список комплектаций, которые полагались этому автомобилю, в любом случае будет достаточно обширный. Комплектации различаются между собой дополнительным оборудованием, а также конфигурацией салона. Что касается агрегатной линейки, выбор был, но не огромный. Эта машина могла быть как просто обычным бензиновым автомобилем с двухлитровым мотором мощностью 152 лошадиные силы, передним либо полным приводом и вариаторной трансмиссией, так и гибридом. Причем гибридная установка была полностью позаимствована с автомобиля Toyota Prius в 30-м кузове. Автомобиль, на примере которого сегодня мы ведем наше повествование, это 2015 год, то есть до рестайлинг, как раз-таки гибридный, с двигателем 1.8 на 99 лошадиных сил в составе гибридной установки. При первом взгляде со стороны Toyota Esquire выглядит как крайне массивный и тяжелый автомобиль, весьма габаритный при этом. Однако, если обратиться к габаритным размерам, то станет понятно, что этот микроавтобус занимает на дороге место не больше, чем иной седан бизнес-класса. Габаритные размеры автомобиля. Длина 4,69 м, ширина всего 1,69 м, а высота 1,82 м. Колесная база автомобиля при этом составляет 2,85 м, что достаточно много. Радиус разворота 5,5 м, достаточно верткий автомобиль. Ну, а что касается массы, то Esquire также не самая тяжелая машина на дороге, хотя, конечно, тяжелее обычной легковушки. Разрешенная максимальная масса для большинства версий это 2 с копеечкой тонны. Полноприводный же автомобиль будет тяжелее где-то на 100 с небольшим килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то, как и на большинстве автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка Японии, показания толщиномера при проверке подобной машины будут лежать для заводского покрытия в диапазоне от 80 до 120-130 микрон. Как водится, невозможно полностью исключать вариант двойного окраса с завода, поэтому при осмотре понравившегося автомобиля обращайте внимание на то, чтобы разброс показаний по всем элементам был равномерен. Ну, а что касается коррозии, то пока эти машины еще, пожалуй, слишком молодые, чтобы можно было делать какие-то далеко идущие выводы. По крайней мере, на машинах, приходящих к нам из Японии, по части ржавчины, все обстоит благополучно. На всякий случай помните, что полноприводная машина могла приехать из северных регионов Японии, где в зимний период в ходу реагенты. Поэтому при покупке выдового автобуса обязательно осматривайте машину на подъемнике. Поскольку формат автомобиля легковой микроавтобус подразумевает возможность использования такого авто, как семейной единственной машины, естественно, мы не можем начать обзор автомобиля с чего-нибудь, кроме как оценки багажного пространства. Доступ в багажник в данном случае нам открывает поистине безразмерная, так кажется на первый взгляд, дверь. Габаритный размер дверного проема. Ширина в самом узком месте это 1,7 м между краями. Что касается высоты проема от пола до потолка, это порядка 122-123 см до обивки. Поэтому загрузить сюда можно очень много всего, либо что-то очень габаритное. Что касается ширины багажного отделения внутри, то в самой узкой части это порядка 97 см, что также немало. В данном случае третий ряд сидений у нас убран, а сидения подвешиваются сверху и никоим образом не загромождают багажное пространство. Причем, в отличие от конкурента из Ниссана, а именно 27-го кузова Сирены, кресло не выпирает слишком сильно в проем, практически никак его не сокращая. Полезная длина по полу багажника в данном конкретном случае при максимально отодвинутом назад сидении второго ряда составит порядка 93 см. Сидения, естественно, регулируются, поэтому вы можете легко этот параметр менять. Полная длина всего салона в данном случае это 2,93 м по прямой, соответственно. Но в случае чего вы можете увезти здесь что-то трехметровое, при этом узкое и сделать это достаточно легко, просто наклонив спинки сидений. Что касается каких-то дополнительных ящичков для мелочей и прочих ниш в багажнике, то в данном случае у нас есть довольно обширный подпол, под фальшполом, куда можно сложить разную мелочь, чтобы она не болталась у вас по салону автомобиля. Здесь же находится аккумуляторная батарея, основная аккумуляторная батарея, от которой питается компьютер и, собственно, происходит запуск всей гибридной системы. И в данном случае еще и набор штатного инструмента. Наверху у нас есть плафон, соответственно, для освещения пространства в багажнике и довольно интересное решение хранения третьего подголовника сбоку. Кстати говоря, очень хорошо придумано, подголовник не болтается по багажнику и не занимает лишнее место. Сидение третьего ряда в данном случае фиксируется при помощи ремешка, причем это не просто крючок, который накидывается на петлю, как, например, на Хонде Фрит или той же Сирене. В данном случае у нас застежка немножко другого формата. При этом, когда вы отпустили защелку, сидение не падает на пол, то есть вам не приходится держать его руками, рискуя спиной. У кого с этим есть определенные проблемы. Далее сидение разворачивается, ставится в пол и спокойно фиксируется спинка, которую впоследствии вы можете отрегулировать по наклону. В этом положении длина багажного проема у нас сократится, но составит вполне приличные 36 сантиметров. Так что забить сюда под потолок все еще можно будет довольно приличное количество вещей. Убираются кресла третьего ряда так же легко, как и раскладываются. Достаточно потянуть за небольшой рычажок со стороны и сидение само уедет наверх. Достаточно продуманная схема. Ну а теперь перенесемся в салон данного автомобиля. Излишне говорить о том, что запас пространства по всем направлениям здесь очень большой. Ведь это все-таки автобус, поэтому места над головой, например, здесь не просто много, а очень много. Сами материалы отделки салона на самом деле достаточно приятные глазу. Но есть, конечно, до чего докопаться. И это, например, жесткий пластик передней панели. С другой стороны, сама панель здесь на таком удалении от водителя, что постоянно трогать его руками вам вряд ли придется. Зато все то, что будет тут в шаговой доступности, например, тот же самый подлокотник, либо передняя панель в районе бардачков, хотя бы имеет отделку под кожу. Чисто декоративно, но тем не менее, выглядит все это достаточно приятно. Сами сидения здесь имеют кожаную отделку, причем с перфорацией. При этом здесь есть также подогревы, которые работают независимо от того, сидит кто-то на этом сидении или нет. Что весьма удобно. Оставили их включенными, поставили машину на автозапуск, пришли и сели уже на теплое кожаное сидение. Присутствуют здесь также и подлокотники, как у водителя, так и у пассажира. С правой стороны подлокотник абсолютно на месте, локоть ложится на него совершенно естественно. И в целом сидеть очень-очень удобно. Что касается регулировок кресел, здесь они, конечно, механические. И само кресло имеет достаточно большой диапазон регулировки, по крайней мере, по меркам автобусов с вертикальной посадкой. Также присутствует регулировка сидения по высоте. Причем в достаточно большом диапазоне можно опустить его практически в пол, ну, либо подняться уже на удобную вам высоту. Само собой, наклон спинки, который регулируется естественно вместе с подлокотником, а также рулевая колонка, которая может регулироваться как по вылету, так и по наклону. Не сказать, что диапазон регулировок этих сильно большой, но большинству людей, опять же, его будет достаточно с поправкой на вертикальную автобусную посадку в этом автомобиле. Под правой рукой на дверной карте у нас расположен пульт управления стеклоподъемниками. Все они, естественно, имеют автоматический режим, также пульт управления регулировкой и складыванием боковых зеркал, причем боковые зеркала также с авторежимом при выключении зажигания, они могут складываться автоматически. С правой стороны под кнопкой старт-стоп у нас находится кнопка включения-выключения антипробуксовочной системы ТРК, пульт управления боковыми электродверями, в нашем случае обе двери электрифицированы, а также небольшой бардачок внизу, который способен вызвать ностальгическое умиление у людей, когда-то владевших Mark II креслой или чайзером в сотом кузове, как я, например. Соответственно, на руле с правой стороны у нас притаился очень знакомый по другим моделям Toyota рычажок управления системой круиз-контроля. Также под левой рукой у нас клавиши настройки часов, настройки времени и клавиши управления режимами работы автомобиля. Это режим движения на электротяге и V-mode, в котором бензиновый двигатель никак не будет участвовать в работе, эко-режим, а также режим Power, то есть спортивный, в котором бензиновый двигатель будет практически постоянно в работе. Мультимедийная система, естественно, здесь на японском, обращает на себя внимание большая диагональ экрана, непривычно большая, надо отметить. Также слева у нас присущий гибридной версии, хорошо знакомый по Prius, селектор управления режимами работы коробки передач, в кавычках. Это парковка, задний ход, передний режим, имитирующий движение на пониженной передаче. И очень удобно сгруппированный блок клавиш климат-контроля, который, кстати говоря, в этом автомобиле трехзонный, а пассажир и водитель могут отдельно выбирать себе настройки температуры. И, кроме того, сюда же выведено и управление климат-контролем для задних пассажиров, его включение и, соответственно, деактивация. Ниже клавиши управления подогревами сидений, здесь есть довольно удобный подстаканник с небольшим бардачком, есть ниша внизу, куда можно также что-то спрятать, но очень небольшая розетка на 12 вольт, прикрытая заглушкой. Есть ниша, куда можно положить, например, тот же самый мобильный телефон. Внизу у нас располагается отдельный бокс, где находится беспроводная зарядка для телефона и два бардачка. При этом верхний бардачок это чисто перчаточный ящик, куда кроме пары перчаток на самом деле проблематично будет что-то положить. И бардачок покрупнее, куда уже можно сложить, например, страховой полис, какие-либо книжки, компакт-диски, ну или уже что-то более или менее серьезное. Также посредине есть полочка и дополнительное место для складирования внизу дверной карты. Здесь есть довольно вместительный карман и место под бутылочку. Также у нас есть подсветка при открытии козырьков. Все это дело, естественно, работает. Есть подочечник. Кстати говоря, подстаканник в данном случае рассчитан на две чашки, либо на два стаканчика. Здесь есть удобные фиксаторы. И вы можете использовать либо оба, либо только один из них в зависимости от ситуации. Довольно интересное решение. Оригинальное нигде доселе мне не попадалось. Что касается пространства, на втором ряду сидений здесь не чувствуешь себя ущемленным ни в чем. В нашей комплектации два отдельных кресла. Соответственно, к услугам задних пассажиров два отдельных подлокотника. Левый и правый. Что, кстати говоря, очень хорошо, поскольку при подобных плоских дверных картах, например, в той же Toyota Isis, левый локоть деть абсолютно некуда. Посредине между сидениями у нас есть небольшой стулик с двумя подстаканниками. Очень напоминающий таковой на Honda CR-V. Сидения второго ряда регулируются у нас не только вперед и назад, причем в очень широком диапазоне на самом деле. Но также могут регулироваться и в поперечном направлении. То есть вы можете двигаться не только вперед-назад, но и влево-вправо. Само собой разумеется, наклон спинки регулируется, причем в очень широком диапазоне от вертикального до практически лежачего положения. В данном случае откинуться дальше мешает уже установленный на пол третий ряд. Что касается каких-то дополнительных удобств для пассажиров второго ряда, то, во-первых, это отдельный пульт управления климат-контролем. Далее у нас присутствует, соответственно, потолочный свет по четыре дефлектора вентиляции в потолке. Есть у нас и заводские механические шторки. На случай, если в дальней дороге кому-то приспичит вздремнуть обе двери, соответственно, на электроприводе, открывается все это дело очень удобно. Выходить отсюда также легко и просто, плюс есть дополнительные ручки, облегчающие этот процесс. Что касается пространства на третьем ряду сидений. Понятно, что взрослому человеку ехать очень далеко здесь может быть не слишком удобно. Эксперимента ради попробую сесть сам за собой в то положение спинки второго ряда, которое я сам себе выбрал как максимально удобное. И, конечно, в этом случае я упираюсь коленями. Хотя само сидение третьего ряда, несмотря на то, что оно полностью плоское, рассчитанное на трех пассажиров, судя по наличию третьего гнезда для ремня безопасности и третьего подголовника, довольно удобное по сравнению с небольшими универсалами типа Toyota Isis. Чтобы высвободить себе немножко пространство и потеснить переднего пассажира, мы имеем возможность регулировать наклон спинки сидения при помощи своего рода маленькой педали внизу. И если так сделать, то на третьем ряду данного микроавтобуса уже можно довольно-таки спокойно ехать на дальняк. Что касается удобств для пассажиров третьего ряда, то в данном конкретном случае, по сути, все сводится только к наличию подстаканников или подбутыльников внизу в боковых панелях салона. А также с левой стороны достаточно пространства, куда можно положить локоть и руку. И на том, собственно говоря, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конструктивно 3ZR FAE это обычная алюминиевая рядная четверка с двумя распредвалами, с системой Dual VWTI, то есть с возвращателем на впуске и на выпуске, гидрокомпенсаторами и цепным приводом газораспределительного механизма. При этом впрыск топлива самый обычный распределенный. Пожалуй, единственным усложняющим конструкцию двигателя с суффиксом FAE элементом можно назвать систему Valvematic, то есть систему изменения высоты подъема клапана, которая позволяет добиться лучших параметров работы в плане экологичности и отдачи двигателя в разных режимах. В общем и в целом, большая часть жалоб на данные двигатели и связана как раз с системой Valvematic. Проблемы здесь, как правило, опять же обусловлены возникновением проблем с самим блоком управления, то есть ошибками по электронике. В этом случае машина, естественно, зажжет вам полную гирлянду сигнальных ламп на панели, и вам придется заниматься ремонтом платы блока управления, либо, возможно, поменять ее вовсе, что применительно к некоторым моделям может быть не вполне бюджетно. Однако само абсолютное количество подобных обращений с этой проблемой весьма и весьма невелико, и в целом ZR это очень надежный, хороший современный двигатель. Вопросов по ресурсу цепи на этих моторах не должно возникать до пробега в 150-200 тысяч километров. А львиную долю жалоб на появление расхода масла на угар по данным силовым установкам можно связать с маслосъемными кольцами и предшествующим перегревом, что и приводит, собственно говоря, к их залеганию. Ну и само собой разумеется, при эксплуатации машины с подобным мотором нужно поглядывать за состоянием насоса системы охлаждения, то есть помпы. Это, пожалуй, единственный элемент, который можно в данном случае назвать более или менее регулярным расходником. Контролировать состояние насоса системы охлаждения лучше раз в 50-60 тысяч километров пробега на всякий пожарный. В составе гибридной установки под капотом нашего, например, автомобиля трудится два ZR-FXE. Конструктивно похожий мотор, но при этом имеющий только один фазовращатель на впускном валу и не имеющий навесного оборудования с ременным приводом. Даже компрессор кондиционера здесь, само собой, электрический. Так что элементов, способных подкинуть какие-либо вопросы владельцу подобного автомобиля, здесь меньше. Единственное, про что следует помнить, что в составе гибридной установки у нас работает еще и инвертор-преобразователь, который занимается преобразованием постоянного тока батареи в перемены для питания тяговых электродвигателей, а также обратным перераспределением в режиме рекуперации, когда через него, наоборот, заряжается батарея. Данный узел в процессе работы нагревается и, соответственно, снабжен своим контуром охлаждения. Контур охлаждения бензинового двигателя и инвертора не сообщающийся, соответственно, но в случае, если вы меняете антифриз, менять его надо и в том, и в другом контуре. Также помните о том, что здесь два насоса системы охлаждения, и в случае, если по какой-то причине вы проморгали выход из строя помпы охлаждения инвертора, а дело происходит в жаркую погоду, инвертор вы можете перегреть, что запросто может привести к его повреждению и последующей довольно небюджетной замене, либо ремонту. Также на очень больших пробегах некоторые владельцы подобных агрегатов и в составе гибридной установки жаловались на расход масла. Но в целом, если говорить про ресурс агрегата, то на примере тех же самых 30-х Prius'ов можно смело утверждать, что 300 тысяч километров это далеко не рубеж для данной силовой установки. Поэтому, если вы купите подобный автомобиль, будете заправлять его кондиционным топливом и вовремя менять масло, а не тянуть интервалы замены до 15-20 тысяч километров пробега, то двигатели эти будут служить вам очень долго и верой и правдой. При этом, даже обычный бензиновый Esquire, либо Voxy, это довольно экономичный автомобиль, что уж говорить про гибридную версию. Конечно, таких цифр расхода топлива в 4 литра на 100 километров пути в городском цикле, как на Toyota Prius, вы не добьетесь, хотя бы в силу того, что сам кузов, который данной силовой установке приходится перемещать в пространстве, здесь тяжелее. Что касается коробок передач, то в составе гибрида здесь, по сути, работает планетарный редуктор, который сама компания Toyota именует электронным вариатором. Но при всем при этом, от вариатора здесь, по большому счету, только принцип безступенчатой передачи крутящего момента. В данном поколении, внутри коробки передач автомобиля, уже нет ни ремней, ни цепей, ни каких бы то ни было дополнительных изнашивающихся деталей, кроме, собственно говоря, шестерен. Так что, по части надежности, данная конструкция практически эталонна. Также практически не вызывает нареканий и ресурсовариаторной трансмиссии, которая при условии разумной эксплуатации и регулярной смены рабочей жидкости хотя бы раз в 40 тысяч километров пробега вместе с фильтрующими элементами позволит вам легко перешагнуть рубеж в 250-300 тысяч пробега. Ну и перед тем, как взглянуть на Toyota Esquire снизу, пару слов о важном, а именно о дорожном просвете. Те из вас, кто давно смотрит наши обзоры, должны были заметить, что машина стоит задом наперед. Это произошло потому, что в данном конкретном случае дорожного просвета под передним бампером автомобилю не хватало для того, чтобы заехать на трап без повреждения. То есть машина действительно имеет очень низкую геометрическую проходимость, что неудивительно, ведь она разрабатывалась для японских дорог. По каталогу дорожный просвет Esquire это 160 миллиметров, но наша версия дополнительно имеет аэродинамический пакет моделиста. И, соответственно, под передним бампером у нас всего 14 сантиметров расстояния, что с поправкой на большую длину переднего свеса делает геометрическую проходимость автомобиля, мягко говоря, ниже средней. Что, собственно, и нашло отражение на кондиции переднего бампера. И в таком виде машина, кстати, уже пришла из Японии. Что касается просвета под порогами, то в данном случае начинается все в передней части с 15 сантиметров и потихоньку подрастает, доходя до цифры порядка 18 сантиметров под задней частью порога. Естественно, есть пластиковые брызговички, которые висят чуть ниже. Ну, а если вам все-таки надо припарковаться к высокому поребрику, паркуйтесь задним ходом. Расстояние под задним бампером порядка 22 сантиметров. Кстати говоря, взглянув на изнанку переднего бампера, становится видно, что как раз-таки элемент аэродинамического обвеса съедает в данном случае под передней кромкой порядка 3-4 сантиметров. Так что убрав переднюю губу, вы значительно выиграете по части переднего свеса. Правда, дополнительно аэродинамические брызговички никуда не денутся. Помните об этом, когда будете пропускать очередной торчащий из асфальта люк межколес. Что касается подвески данного автомобиля, естественно, эта подвеска рассчитана прежде всего на комфортное перемещение в пространстве. Никакой спортивности здесь нет. Было бы странно, если бы было наоборот. Спереди у нас используется Макферсон, а сзади балка. Из особенностей конструкции мы видим, что шаровые опоры в данном случае запрессованы в рычаг. По задумке производителя, конечно, должны меняться вместе с ним. Но на практике, я так думаю, никто этим особо злоупотреблять не будет. Элементарно выпрессовывается и ставится дублевый заменитель, если в этом будет необходимость. Элементы конструкции стабилизатора поперечной устойчивости выглядят здесь достаточно серьезно. Они достаточно массивные под стать общей массе автомобиля. Рулевая рейка имеет электроусилитель. Соответственно, никаких проблем с протечками, магистралями гуру у вас не будет никогда. Ну, а если говорить про ресурс компонентов данной ходовой части, то подытожив общий опыт людей, эксплуатирующих подобные автомобили, до пробега в 150-200 тысяч вы вообще вряд ли сюда полезете. Единственный момент, который можно назвать относительно слабым местом ходовки Esquire, это опорные подшипники передних стоек. Естественно, при осмотре автомобиля снизу обратите внимание на то, чтобы все агрегаты у вас были сухие. Никаких подтеков масла, запотеваний и тем более подтеков охлаждающей жидкости по низу автомобиля быть не должно. Что касается задней подвески, то у переднеприводных вариантов, как в нашем случае, это обычная балка. Соответственно, у нас есть два больших сайлент-блока и, собственно, амортизаторы со своими втулками. Больше выходить из строя здесь нечему. Тормоза на этих автомобилях, естественно, вкруг дисковые. Ну и, конечно, обращает на себя внимание общее состояние кузова в плане чистоты и отсутствия каких-либо следов коррозии абсолютно как на днище автомобиля, так и по порогам. Впрочем, это достаточно типичная картина для автомобилей, приезжающих к нам из Японии. Впрочем, это достаточно типичная картина для автомобиля. Под этим видео. Есть достаточно приличный шанс, что к моменту выхода этого ролика машина все еще будет находиться в продаже у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Также, если вы являетесь владельцем подобного автомобиля, а равно также Voxy либо Toyota Noy 3-й генерации, вы намотали на ней не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить, чем нас поправить, обязательно укажите все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной машины, именно ваш комментарий может помочь окончательно определиться с выбором. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.